Всем привет! Продолжаем рассматривать работы мастеров. Икона Божией Матери Троя Ручица. Конец 17 века. С происхождением иконографического извода жизни Троя Ручица связано несколько церковных преданий. Одно из них восходит и житию преподобного Иоанна Дамаскина в 8 век, где повествуется о чудесном превращении отеченной руки святого по его молитвам у иконы Божьей Матери. В память этого богодатного события преподобный Иоанн сделал из серебра изображение руки и приложил его к иконе своей заступницы. Второе предание основано на афонском сказании о том, что один живописец Иландарского монастыря, желая написать икону Божьей Матери Адегитрия, очертил изображение мелом на доске. Он вышел из Кили, а вернувший увидел на рисунке очертание третьей руки. Думая, что это насмешки братья, иконописец стер рисунок, однако ночью он появился вновь. Трижды стирал инок изображение, пока не услышал глаз. Не держаясь стирать третьей руки, и на то есть моя воля. Повинуясь велению свыше, иконописец написал образ Божьей Матери Троеручица, который вскоре прославился чудесами. В России эта икона очень почитается и распространена во множестве списков. Даниловская икона Божьей Матери – Троеручница московского письма. Она упоминается впервые в монастырской описи в 1725 году. Вот так вкратце о иконе Божьей Матери Троеручица, написанной в конце 17 века. Данные из интернета. Пока-пока, до свидания. Текст по книге Великий Музей Мира. Пока.